А теперь встречайте Иванова Юрия из города Санкт-Петербург! Здравствуйте, Юрий Иванов! Ну вот, как-то так. Это очень неожиданно, правда. Да, я знаю. Прикольно. Папа тоже в шоке был. А, Юра, вы учитесь, да? Нет, я работаю. Уже работаете? Да. То есть Иванов Юрий, вы действительно Иванов Юрий? Да, Захарович. Спасибо! А кем работаете? А, я HR-менеджером работаю. HR-менеджером? Да, подбор тоже удивляю людей. Персонал? Ищу там. Подбор тоже удивляю людей. Да, ищу, удивляю. Я думаю, вас везде так встречают. Мне просто интересно, в аэропорту, когда вы первый раз проходили и давали паспорт, человек открывал и читал, он смеялся или нет? Ну как, сначала шок был. Ну два раза не проверяли вас там? Нет, прям долго смотрели. Ну класс. Увлекаетесь юмором? Да, да, стендап. Стендап? Получается? Ну так. Это переживаете? Да, это волшение. Не волнуйтесь, все будет хорошо. Да, это не проблема, конечно. Расслабьтесь и получайте удовольствие Юрия. И мы тоже. Поехали. Давай, давайте. Юра, вас тут все поддерживают. Привет. Привет. Готов? Да, поехали. Первая минута, погнали. Ай, ребятки, я все объясню. Я все объясню. Да, да, все. Иванов Юрий Захарович. Просто у меня родители русские. И они не мои, да? Тебе хочется добавить. Нет, они мои, просто когда детей обычно айс доставляют, то меня на Алиэкспрессе заказали. Вместо часов. Вот, батя в шоке был. Вот, короче, давайте тоже сразу оставлю свои точки над «и». Я якут. Как бы, да, вот там не китаец, не кореец, не казах, не кимчинын, не джикичан, якут. Окей? У меня, как у любого якута, есть национальное имя — Никита. Шучу. Юргель Тангри. Юргель Тангри. Вот звучит, да? Юргель Тангри, что в переводе означает «цветущий бог любви, секса и красоты». Просто объективно подходит лучше, чем Юра Иванов, согласитесь. Как бог любви, секса и красоты — это еще куда не шло. Вот. Короче, я женат, у меня жена замечательная. У нее только один минус — она бурятка. А я якут. Хотя какая разница, да? Все все равно думают, что мы казахи, как бы. Тысяча гривен твоя. Юр, поздравляем. Да, спасибо. Идем дальше? Да, да, да. Вторая минута — пять тысяч гривен. Успехов. Спасибо. Ну вот, мы вместе шесть лет, на самом деле, шесть лет. И мы уже задумываемся над тем, чтобы завести детей. И тут интрига, да? Как бы, на кого наши дети будут похожи. Потому что говорят, что самые красивые дети — это дети метисы, да? Когда у родителей разный националист. Это, походу, не наш случай. Понимаете? Просто даже если жена изменит мне с казахом... Да, разницы я не замечу, да? В перестановке азиата сумма не меняется. Тут просто как ни крути. Как ни крути. Вот. Нет, она жена... Нет, помимо того, что она бурятка, у нее еще минусы есть, да? Вот она занимается йогой, правильным питанием, бегает там и прочее ерунду. Скоро трек запишет, наверное. Я не знаю, к чему это все идет. И вот, недавно начала шить поясные сумки, шила мне и говорит, Юрочка, вот тебе поясная сумка, в ней ты будешь похож на городского Дэнди. Я в ней похож на кондуктора, как бы, объективно. Объективно на кондуктора. Кондуктор, у которого в сумке уже 5000 гривен. Еее, спасибо! Как ощущения? Наслабься, все нормально. Одни эмоции. Да вообще кайф, ребят, вы супер. Круто вообще. Круто. Берем третью минуту? Да, конечно. Поехали. 10 тысяч гривен на кону. Удачи. Ну вот, похож я мне на кондуктор. Ну не идут мне модные вещи, да? Но все равно я в тренде, да? Жирные волосы, жирная морда. Я на стиле, как бы, да? Ну вот, но есть реальная вещь, которая реально очень мне идет. Это похоть и слабоумие. Секста. Вот это вот все. Короче, у меня образование высшее юридическое. Хотя казалось бы, да? Кальянщик. Вот. И, как и любой уважающий... Наши преподатели понимали, что рынок гуманитариев сейчас насыщенный. Как-то, чтобы мы в жизни устроились и угли в коленах не меняли, да? Вот. Нам по лекции между семейному уголовному праву ставили курсы по китайскому массажу. Понимаете? Такой юрист-массажист получил. Это как кинолог-гинеколог. Вот. И, как и любой уважающий себя юрист-массажист, я стал менеджером по продажам в банке Восточный. Понимаете? Пошел бы сразу в чайхану работать, да? В чем проблема? Десять тысяч гривен. Да дальше, дальше, дальше. Дальше, конечно, дальше. Смелости этого молодого человека можно позавидовать. Четвертая минута. Поехали. Двадцатка. О! Вот. В чайхану пошел бы работать. Просто представьте, вы приходите в отделение банка, сижу я с бенжером Юрий Иванов, как бы, да? Че это такое вообще, да? Типа, мне кредит и двойную Филадельфию, да? Типа, слушай, мне сделаете. Серьезно. Просто так получилось, так забавная была история, что как-то раз на одну смену попали я, азербайджанка, казашка и четвертая, не знаю. Я не разобрался, может, собака была. Я не понял просто. И вот приходит клиент, ваш соплеменник, да? Вот как бы славян, славянин. И спрашивает у меня, а у вас в банке восточной, типа, все с Востока? Типа, да, братан, сейчас надену тебе теку, пошли в подсобку, сделаю кальян, как бы, да? А вы молодцы? Да. Ну все, не будите Юру, пусть... Так что, готовы? Сейчас, 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 буквально секунду. Давай, собери все в голове. Ай, поехали. Давайте. Продолжаем, пятая минута. Юрий, поехали. Да, предыдущая любовь всей моей жизни бросила меня. В океанариуме Игорь говорит, ну вот, Игорь говорит, Юрочка, скат нашей любви залег на дно и сдох. Соболезновая происходит-то что, как бы, да? Ну, говорит, ну, твоя рыбка больше никогда не... Твоя рыбка больше никогда не попадет в мой аквариум. И, как бы, тут до меня дошло, да? Как бы, что она от меня уходит. Ну, ничего, думаю. В этот момент я пожалел просто, что она не ребенок до 5 лет и не инвалид, да? Потому что билеты очень дорогие были, а им идут скидки. Просто, ну, непонимаемый намеков. Просто она могла сделаться в более решевом месте. В метро, например, да? Вот там сказать, дорогой, наш поезд любви едет на конечную станцию. Мудак, я ухожу от тебя, да? И то бы я задумался, так это или нет. И то я думаю, это что-то на латыни, да? Я просто не понимаю. Господи, боже мой. Вот. На самом деле, как вы поняли, я не совсем из Питера. Я переехал туда из города Якутск. И последние 4 года живу в Питере. И первое время я работодателей троллил. Я отправлял резюме без фотографий. Ивану Ферезахарович. Вот. И, наверное, блин, ну, что поделать, что поделать. Что поделать. Что поделать. Что поделать. Бывает? Ничего страшного. Мы рады были вас видеть, Юрий Загарович. Спасибо. Вы нас повеселили. Якутску привет от нас большой. Спасибо. Спасибо. Удачи. Юра, ждем вас на следующих передачах. Вы очень харизматичный молодой человек. Да вообще шикарно. Вообще все супер. Просто очень тепло, очень классно, очень вкусно. Но не смог. Удачи. 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 Продолжение следует...